Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро! Действительно, сегодня прекрасное доброе солнечное утро. Я не просто так выглядываю в окошко. Мне интересно посмотреть, во что одеты люди. Ага, значит, все-таки наступило лето. Ну, правда, вот идет молодой человек, на нем форменная одежда, но с коротким рукавом. Вижу в детском саду, детки тоже бегают в футболках с коротким рукавом. Сейчас мне нужно отправиться в пункт Валберис. Я заказала футболки, поэтому будет небольшая примерка. Три футболки, они разные, разного размера, поэтому я хочу их примерить и посмотреть, как они на мне будут смотреться. Получается так, что платья для того, чтобы носить летом у меня есть, а приличных футболок у меня мало. В основном футболки, те, которые я ранее носила, они все уедут на дачу. Поэтому сейчас я примерю несколько футболочек, и мне просто интересно, какие футболки вам понравятся. Совпадут ли у нас мнения. Мне нужны футболки для того, чтобы носить их со светлыми джинсами. У меня есть серые джинсы, и у меня есть рыженькие брючки 7 восьмых. Так что к ним нужны футболочки. Все, пошли примерить. Сейчас я найду укромное местечко, что-то мне не хотелось об этом говорить дома. И немножечко с вами поговорю. Самую малость. Потому что цель сегодняшнего дня – это примерка посещения мамы. Но я не могу пройти мимо того, что под той трансляцией, которую я выпустила, очень много комментариев. Причем они разные. Они и в защиту меня, они и в осуждение меня. Есть хорошие комментарии, есть плохие комментарии, разные. Прошу сразу простить меня тех, чьи комментарии я не смогла выпустить. Объясню почему. Я посмотрела, горит огонечек на камере, пишет она или нет. Объясню почему. Потому что, во-первых, были комментарии с оскорблениями по национальному признаку. Я их не выпустила. Были комментарии, где пишется название канала. Я тоже их не выпустила. Не надо писать, ребят, название канала. Ну зачем мы будем пиарить того человека? Не надо. Хочу поблагодарить всех, кто написал хорошие комментарии. Кто написал не очень хорошие комментарии. Кто написал плохие комментарии обо мне. Я соглашусь с вашими комментариями почти со всеми. Были комментарии оскорбительного характера в адрес Вероники, в адрес Надежды Пани. Почему я их оставила? Объясняю. Если люди не понимают, что нужно думать в этой жизни не только о себе, но и о других, если люди не понимают, что другие люди чувствуют то же самое, что чувствуют они, ну пусть эти люди поймут это по тем комментариям, которые они читают. Извините, 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 мне нужно это сделать, извините. Здесь просто рабочие в подсобные помещения вошли, поэтому я вот. Вот только поэтому я оставила эти комментарии. После трансляции было огромное желание закрыть эти комментарии, но я не стала этого делать. Знаете, это как пример. Вот ребенок маленький, да, и в семье есть старший брат. Вот маленький ребенок берет палку и долбит по лбу старшего. А старшему нельзя обидеть маленького, нельзя. И он берет эту палочку легонечко и вот так тюк-тюк. Младший не реагирует. И тогда старший не выдерживает и вот посильнее бьет по лбу. И младший начинает плакать, да. И больше никогда эту палку не возьмет и не ударит старшего ребенка. Вот здесь то же самое. Пока ребенок не обожжет свою ручку об горячую воду, он не поймет, что это больно. Вот как-то так. Я хочу эту тему закрыть. Раз и навсегда. Видео пока будет висеть. Вот. Сегодня то видео, о котором я говорила в трансляции, я закрою, как я и обещала. Я не знала, что так много тех людей, которые смотрят, но не пишут. В этой трансляции, под этой трансляцией писали практически все. Вот практически все. Я не буду больше такой наивной. Ну, я в трансляции это объяснила. В общем, ребята, на эту тему я больше распространяться не буду. Я не знаю, какое решение примет другая сторона, но я эту тему для себя закрыла. Я просто хочу жить. Я хочу жить. Сколько этих понедельников у нас осталось? Я хочу счастливой жизни. Спасибо вам большое за все. Просто огромное вам спасибо. Большое спасибо. От всей души. Ну, а сейчас все. Закрыли эту тему. Бежим на примерку. Погода в Москве прекрасная. Голубое небо, белые облака. Боже мой. Прекрасная погода. Мы все разделись. Мы показываем свои фигуры. У кого они хорошие и у кого они не очень. Всем хочется снять лишнюю одежду и насладиться свежим воздухом. Свежим воздухом весной, запахом деревьев, трав, липких листочков. Ой, ой, ребята, как же хочется жить. Вишенка вся в цвету. По дороге в пункт приема выдачи Валтберес увидела вот такие тюльпаны. Вот такая красота весенняя. Посмотрите, прелесть какая. Боже мой. Разные, ребята, разные. Чуть дальше. Красно-оранжевые, малиновые. Даже не знаю, как сказать. Очень красиво. Но просто необыкновенная красота. А здесь беленькие. Тоже необыкновенно хороши. Ой, какая красота. Ну что за день такой? Ну что за день такой? Здесь есть дорожки. Конечно, здесь ходят только те, кто ухаживает за цветами. Но я думаю, они меня простят, если я зайду и покажу вам. Ну вот только посмотрите. Ребята, ступить никуда нельзя. Везде такая красота. Разные, разные, разные тюльпаны. Вот это тоже тюльпан. Тоже. А здесь желтый, но с черной серединкой. Какие же они все разные. Они такие же разные, как и мы с вами. Но они прекрасно живут и соседствуют друг с другом. Прекрасно. Сейчас еще немножко. Вот тут наступлю, тут камушки. Потому что здесь тоже есть необыкновенные тюльпаны. Туда, к сожалению, не подойти близко. Но вот я постараюсь дотянуться. Видите, какая красота. Пионы. Скоро распустятся пионы. Ребята, вот это да. Я аккуратно. Ой, вот еще один. Вот еще один. Смотрите, какой. Ой, я вас, наверное, замучила этими съемками с цветами. Ну как можно пройти мимо? Ну как, как? Да невозможно, невозможно пройти мимо. Вот рядом вот этот красивый. Смотрите. Как попугайчик. Как попугайчик. Вот это. Ой, еще один увидела. Такого не видела. Ребята, сейчас покажу. Господи, только не ругайтесь. Только не ругайтесь на меня. Кто этим тут увлекается? Кто это все делает? Мы ходим аккуратно. Аккуратно. Ну простите меня. Ну простите. Ну как можно это не показать? Вот такую поляну. Вот к какому тюльпану я шла. Нет, нет, вру. Не к этому, не к этому. Просто уже увидела. И такой по дороге. Сейчас, мои хорошие. И вот такой. Маленький, нежный. Ой, и вот такой, ребята. Такое впечатление, что это... Вот, кстати, это не циния. Это тоже тюльпан. Вот к этому я шла. Увидела издалека. Вот к этому. Вот такая красота. А вот еще. И вот еще. И вот такой желтенький. Ой, сейчас, ребята, сниму камеру с руки. И вот такой. Вот спасибо людям, кто этим занимается. Огромное спасибо. А сейчас аккуратно по дорожкам возвращаемся. А вот это децентра, по-моему, да? Может, я и ошибаюсь. Здесь елочка. Красота. Это чистотел. Кто не знает, очень полезное растение. Ну, да, здесь немножко есть мусор. Но мне кажется, вот эта красота... Ой, совочек кто-то забыл. Но вот эта красота, она... Даже не дает возможности замечать мусор. Ну, уберут. Люди работали, уберут за собой потом. Так, аккуратно-аккуратно выходят. Ой, а вот еще какой, смотрите. Так, аккуратненько. Оп. Казалось бы, ничего особенного. И вот такой куст. Даже мешок с землей лежит. Видимо, на обеденный перерыв ушли люди. Кто работает над этой клумбой. Так, ну, а мы с вами продолжаем свой путь. Ой, что-то все закрыто. Может, я не сюда? Нам, наверное, вот сюда. А, да, вот, господи. Что-то я бы заблудилась. Ну, в общем, я выгляжу сегодня вот так. Зеркало какое-то расширяю. Вот такой ассортимент я выбрала. Вот так он вот, он разный. Это, наверное, вот так пыль. Вот так. Здесь длины. Разные размеры. И вот одна 54-го. Вот по порядку и начнем. Состав этой футболки 92% хлопок и 8% эластан. Вот так я выгляжу в розовой футболке. Размер 54. К сожалению, меньше не было. Эта футболка уже 52-й размер. Чуть меньше, чем розовая, но она беленькая. Вот как-то так. Вот еще одна футболка. Мне кажется, что они как-то длинноваты. Не знаю. А может, неплохо. Даже не знаю, ребята. Я не люблю такие длинные, которые ниже середины вот этого места. Такие длинные я не люблю. Они как-то укорачивают. Кармана не хватает. Дачный вариант. Маловато, но весь размер поменьше. Ну, это вообще как на барабане. Цветочек. Оленький. Ну, это вообще, мне кажется, ужас просто. Ужас ужасный. Вот здесь какой-то подкрой. Вот такой подкрой непонятно. С этой стороны тоже подкрой. 52 размер. Мне кажется, она какая-то очень большая. Я бы решила, что она больше 54. Ой, извините. Точно 54. Ужас, ужас, ужас. Я не знаю. Розовый мне нравился. Розовый. Я решила выйти в большое помещение и показать в большом помещении, как. Так. Ну, в общем, я приняла решение. Я возьму две футболки, причем одинаковые, белую и розовую. Я сама с собой. И когда мы с вами определимся, какую оставить мне, то другую мы подарим Любане. Это мне не понравилось, она как балахон. Здесь я как клуба, у меня такие футболки есть. Мне понравилась как вот эта расцветка вверху. Ну, я клуба, я просто клуба. Так, розовую берем и белое, что на мне, берем. Ну, вот и все. Я примерила все, что заказывала, вы все видели. Сейчас я отправляюсь в Вавилон, в магазин, потому что мне нужно получить витамины Сайхер, которые для меня заказывала Алла. Так что пойдемте в постамат. У меня здесь недалеко фикс прайс. Я решила зайти в фикс прайс и посмотреть новинки. Ну, для себя. Хоть я и зарекалась, что я никогда не буду заходить в фикс прайс. Ну, в общем, я зашла. Так себе. Ух ты, ух ты. Сетчатые. Тащить не хочется с собой. Я взяла бумажки, чтобы они поиграли. Сетка. Легкие-легкие, ребят. Прям вот ракеточки легкие-легкие. Ну, это надо где-то играть, где места много свободного. Узять что-то для Марии. 199 рублей. Ладно, сейчас... Ой, захожу. Похожу, посмотрю, что здесь еще есть. Ну, это миксеры всевозможные. Пуфуку. Новые игрушки появились. Ой, зацепилась. На батарейках вот такой самокатик для куклы. О, шляпки. Это мы с вами уже примеряли. Юбка кожаная. Вот разные-разные шляпы. Но я уж примерять не буду. Носки. Ящики все еще есть, которые Борис покупал. Я не буду брать. Ну, и сидушечки кругленькие. Для машин и садово-огородный инвентарь. О, господи. Ой, господи. Держалка для телефона. О, господи. 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 Все сыпется. Все сыпется, все падает. Расчетки появились, которые все, в общем-то, есть с мягкими зубчиками. Есть и вот такие. Тоже с мягкими зубчиками разных цветов. По цене 99 рублей. На, смотрите, какая красота. Шарик. Теперь как буду видеть ароматизаторы с гидрогелем. Буду вспоминать, как Маша расстраивалась. Просто зашла глянуть. Ну, вот так. Я там кое-что увидела. Может быть, сейчас купим. Не знаю. Ракетки я хотела взять для Маши. Больше ничего не надо. Смешно. Симпатично очень. Кстати, керамические ножи мне очень понравились. Очень-очень-очень. Вы оказались правы. Брать их стоит в фикс прайсе. Лопаточки. Подставки под горячим. Ну, вроде ничего не надо. Вообще ничего. Я так смотрю. Ну, слава богу. Значит, не будут выброшены деньги. Мне скатерть, конечно, нужна на кухне новая. Симпатично, какая скатерть колорит. Бейка. Размер 135 на 110. Ой, ну какие тут разные. С вишенками. Мне с цветочками больше нравится. Ну, ребят, я не потащу. Я просто не потащу. У меня и так цветочки будут. Ой, а это что такое? А, ну это баночки какие-то, видимо. Я решила ничего не брать. Мне ничего не надо. Кабуля вспомнила, что Маша отсюда уедет скоро. Мне сейчас предстоит разобраться в постамате. Я самостоятельно никогда не получала. Читаем. Способ доставки. Когда доставлены вам отправят смс-сообщение с уникальным кодом для открытия ячейки. У получения заказа. Так. Заберите свой заказ, если вы хотите. Так. Вводите код в постамат. Понятно. Код у меня есть. Значит, я иду к постамату и просто ввожу код. Сейчас попробуем. Так. Ну что. Сейчас я попробую. А не видно где это все высвечивается. Так. И что? Я неправильно сделала. Так. Получение заказов. Нажали. Дальше. Так. Введите код. Вводим. Дальше. Три восьмерки. Так. 52. 62. Так. Очистить поле ввода. Удалить последний символ. Вперед. Мы же все правильно сделали. Так. Ячейка с вашим заказом находится по направлению стрелки. Ага. Где-то там. Открыть ячейку. Ух ты. Вот она. Ура. Вот и все. Вот оно получено. Интересно. Ячейку закрывать надо? Наверное надо. Все. Забираем. Оказывается все очень просто. А я куда-то там тыкала пальцами. Тыкала. Вот она посылочка. Все. Закрыли. Теперь надо эту посылочку постараться втолкать в пакетик. Нашла, ребята, и увидела вот такую клумбу. Кстати, была бы прекрасная грядка для клубники. Ну, так вот, если что, да? Смотрите. Вот это совсем другое дело. А тут труба, труба. Ну, там какие-то цветы посажены. Вот, кстати, на ножках. Ну, наверное, это слишком дорогое удовольствие. Но хорошая штука. Очень хорошая. Ну, я бы себе приобрела такую. Только не такую высокую. А, можно одну взять и сделать из нее две. Для земляники. Представляете, какая красота была бы, да? Хорошая штучка. Ну, в фикс прайсе я ничего не взяла. Ну, в общем-то, коробочку с витаминами затолкала в пакетик от Валперес. Все уместилось. Так, что сейчас? Теперь мы идем домой. Обедаем. И едем к маме с тетей. Не могу я уехать на дачу, не побывав у них, не навестив, не посмотреть, что у них там, как они там. Обязательно нужно навестить. Обязательно. Поехали. Я пришла домой. И еще с утра... Ну, я пришла домой. Ну, я пришла домой. Ну, я пришла домой пообедала. Ну, в общем-то, как обычно. И еще с утра, ребята, заметила, что у меня расцвел цветок, который мне дарила уличка Подмосковья. Кованхоя. Вот такие два цветочка и еще очень-очень много бутонов. Вот я же его пересадила. Вы же помните, я его пересадила. И я ну никак не ожидала, что он будет вот так цвести. Да, были малюсенькие бутоны, но я думала, что от пересадки он не очень хорошо будет себя чувствовать. А здесь такие цветы... Ой... Олечка, спасибо тебе большое, моя дорогая. Посмотрите, какая красота. В новой земле колонхоя еще раз зацвел. И еще распускает бутоны. Много-много. Ну, вот решила вам показать, поделиться. Какой-то сегодня цветочный влог получается. Цветочный такой, какой-то смешной, радостный такой. Столько красок весенних. Вот. Так что вот делюсь с вами радостью. Видите, какие цветы у меня здесь. Ну, раз уж я показала цветущая колонхоя, Ну, заодно покажу. Посмотрите, как выдвинулись почки. Не знаю, видно, нет? Сейчас ладошку подставлю. Посмотрите, как почки выдвинулись. Ммм... На радодендронах. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как говорят грубые слова. Поперли, да? Ну, вот поперли. Вот поперли. И здесь тоже. Ну, никакие они не слабые. Они просто просыпаются. Они просыпаются. Ну, вот этот вот немножечко вот как-то вот он так вот послабее. Вот. Ну, ничего. Вот нижняя почечка пошла. Теперь самое главное. Очень аккуратно довести их до дачи. Ой, господи. Полить надо. Что ж у тебя пересыхает-то? Надо полить. Довезем. Довезем. Аккуратно. Решила поутюжить футболку. Ребята, при наличии эластана футболка так плохо утюжится. А больше температуру ставить боюсь. Ну, вот хотел ее надеть. Не знаю. Ладно, посмотрим. Может быть, сейчас и надену. Вот брючки. Вот такие свои напялила. Господи, это что такое? Ручкой нарисовала тетя Люба у себя на коленке. Да что ж. Пойду с надписью на колени. На коленке. Ну, вот. Как-то так. Иду к маме. Сейчас зайдем в магазин. Купим все, что необходимо. А потом к маме с тетей. Ну, я не удержалась. Мне очень захотелось протестировать эту футболочку. Я так думаю, что, возвращаясь вечером домой после мамы и тети, я замерзну. Не взяла ничего с собой. Ну, я имею в виду, из тепленького накинуть сверху. Ничего, неплохо. Забрала почту с почтовым ящиком. Чтобы у тети Вали было что читать. А маме было что разгадывать. Мама любит разгадывать скан-борды. Там еще письмо какое-то. Без очков не разобрала. Сейчас у тети Вали прочитаю. Ну, это какой-то кошмар. Все. Привезла. Выложила. Нарезала салатом. Вынесла мусор. Протерла полы. Все. Все, все, все. Иди, иди, иди. Ты мешаешь нам жить. Вот так. В общем, я сделала для себя выводы. Наши родственники нас очень сильно любят. И не хотят нас обременять. А то, что они иногда с нами, как нам кажется, больше грубы, чем ласковы, так это потому, что они тоже хотят жить самостоятельно. Несмотря на то, что они вроде как пожилые. Им тоже нужно давать возможность и приготовить, и убраться. Главное принести продукты, поговорить. И не надо им надоедать. Ну, а там, как говорится, будь как будет. Я посмотрела, проверила у них чистенько. Мама там приготовила что-то. Я тоже сейчас пришла кое-что приготовила. Конечно, она там немножко поругалась. Зачем ты наготавливаешь? Мы все это не съедаем. Я говорю, я не для вас наготавливаю. Я для себя наготавливаю. Чтоб, уехав на дачу, моя душа была на месте. Пройдя нелегкую жизнь, не все они могут быть ласковы и показывать свои истинные чувства. Когда я ухожу, мама машет с балкона. Знаете, как трогательно, знаете, как нежно. Сейчас приеду домой и обязательно позвоню и скажу, а я уже дома. Они ответят, ну и хорошо. Вроде такие простые слова, но это очень приятно слышать. И это хочется слышать как можно дольше. Сейчас о чем вспомню. Вспомнила о том, что... Я не помню, что это были за времена. Но это, по-моему, были уже после Советского Союза времена. По экрану шла надпись, по-моему, ну, после рекламы, что ли, как-то вот так. И надпись была «Позвоните родителям». Вот хочется сейчас же тоже повторить. Ребята, позвоните родителям. Так, что я больше не желаю. Уд Bagh хобала. Убрав. Удоб, ух. Удоб. 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 Алло, мамусь, я дома. Я уже добралась. Хорошо. Давай. Давай, пока.